ПГД Итак, вы только что слышали доклад про хромосомное ПГД, а я сейчас расскажу про ПГД моногенных заболеваний. Это та ситуация, когда в семье есть какая-то конкретная болезнь, и мы хотим убедиться, что она не передастся по наследству ребенку. ПГД – это тестирование эмбрионов, полученных в результате экстракорпорального оплодотворения. Для проведения КО пациентки проводят стимуляцию, чтобы получить сразу несколько яйцеклеток, потом их оплодотворяют в условиях лаборатории эмбриологической, и можно эти эмбрионы, которые получились в результате оплодотворения, пробиопсировать, чтобы получить генетический материал на анализ. Вот так выглядит общий план всего этого мероприятия. То есть получают эмбрион, биопсируют, как-то анализируют, достигают беременности, рождается ребенок. Но если посмотреть на это все изнутри, то на самом деле процесс, конечно, организован достаточно сложно. И состоит из гораздо большего количества этапов. На самом деле все начинается с постановки диагноза в семье. И поиска молекулярной причины заболевания. Потому что, конечно, для того, чтобы протестировать эмбрионы, нужно знать, какую конкретную мутацию в каком конкретном гене мы ищем. После этого пациенту проводят консультацию с рассказом про то, что такое ПГД, какие возможности у этой технологии, какие ограничения, какие есть альтернативные пути решения проблемы. И если пациенты выбирают делать себе именно ПГД-диагностику, тогда начинается разработка индивидуального диагностического набора. Во всех семьях, даже с одним и тем же заболеванием, мутации могут встречаться разные. И, конечно, требуется разработка индивидуального набора под каждую семейную пару. После того, как эта технология разработана, она проходит очень тщательный контроль, в том числе на единичных клетках, чтобы убедиться в том, что все это будет работать, когда у нас такое ограниченное количество материала. После чего лаборатория генетическая сообщает, что она готова, и эмбриологическая лаборатория начинает свою работу. Пациенту проводят тимуляцию, получают эмбрионы, их биопсируют и передают на анализ в генетическую лабораторию. После чего лаборатория готовит заключение и консультирует пациента, либо врача по результатам проведенной диагностики, объясняя, какие результаты получены и какие из эмбрионов рекомендуются к переносу. Контролем, проведенной при импульсионной генетической диагностике, рекомендуемым контролем является пренатальная диагностика. Таким образом видно, что использование вспомогательных репродуктивных технологий ЭКО – это обязательное условие того, чтобы была возможна преимпульсионная генетическая диагностика. Но важно понимать, что потребность семьи в генетической диагностике, потребность семьи в ПГД может быть сама по себе показанием к ЭКО даже при сохранной фертильности в этой семье. Когда ЭКО делается не для того, чтобы решить проблему бесплодия, а для того, чтобы решить проблему высокого генетического риска. Есть данные, полученные в разных странах. Я сейчас привела несколько слайдов, полученных в Америке, по тому, какова экономическая эффективность при импульсионной генетической диагностике. Понятно, достаточно ожидаемо, что очень большой экономический эффект ПГД имеет по сравнению с лечением родившихся больных. Вот это пример на рассмотрение по муковисцидозу. Если бы всем пациентам, которые имеют наследственный высокий риск муковисцидоза, делать преимпульсионную генетическую диагностику, то это бы позволило сэкономить больше 2 миллионов долларов на пациента и больше 2 миллиардов на всех новых пациентов с муковисцидозом в год. Это экономия ПГД по сравнению с лечением больных. Но, как ни странно, вот это вот менее интуитивно понятный факт, есть также экономическое преимущество ПГД по сравнению с пренатальной диагностикой. И для молодых женщин экономическое преимущество ПГД составляет 182 тысячи долларов в случае того же самого муковисцидоза. Для женщин старшей возрастной группы этого преимущества уже нет, потому что там труднее получить эмбрионы при помощи вспомогательных репродуктивных технологий. Вот перечень стран, в которых затраты на ПГД компенсируются за счет средств государственного бюджета, потому что в этих странах по рассмотренной научной информации сделали вывод, что если это экономически эффективно, то действительно имеет смысл это оплачивать. Но в России пока это еще не достигнуто, хотя мы очень рассчитываем на то, что рано или поздно мы к этому придем. Какие преимущества ПГД перед пренатальной диагностикой, помимо экономической эффективности? Поскольку экономическая эффективность это то, что волнует государство, то, что волнует систему здравоохранения, а что волнует индивидуальную семью. Во-первых, нет риска спонтанного прерывания здоровой беременности. То есть, когда по показанию делается инвазивная диагностика, чтобы уточнить генетический статус плода, выясняется, что плод здоровый, мутацию он не унаследовал, но как осложнение самой процедуры, здоровая беременность бывает потеряна. Нет также необходимости делать аборт. В семьях для того, чтобы исключить рождение больного ребенка, нет необходимости прерывать беременность. Есть возможность выбрать здоровый эмбрион, и также есть возможность подобрать тканесовместимость. Вот это то, о чем говорили тоже сегодня. Есть возможность подобрать такой генетический вариант маркеров тканесовместимости, чтобы ребенок, родившийся, мог быть донором стволовых клеток для старшего брата или сестры. Делается это для ребенка полностью безопасно, неинвазивно, путем сохранения его повинной крови. Есть возможность сразу проверить большое количество эмбрионов для нескольких беременностей. То есть, женщина делает ЭКО один раз, ПГД один раз, а потом может использовать эти эмбрионы несколько раз для получения нескольких беременностей и рождения большого количества детей. И также большим плюсом является отсутствие риска контоминации материнским биоматериалом. Это риск, который есть при принотальной диагностике. В чем отличие ПГД от других видов генетического тестирования? По сути, их три. Они как бы большие такие группы. То, что материала очень мало, у нас либо одна клетка, либо в некоторых случаях там две-три клетки, но это очень ограниченное количество материала. Этот материал является абсолютно уникальным, его нельзя взять повторно. И эмбрион вне материнского тела живет очень ограниченное время. То есть, к пятому дню нужно закончить диагностику и либо эмбрион подсадить, либо его подвергнуть процедуре криоконсервации. Поэтому огромное значение во всей этой диагностике имеет не только проведение анализа, но и подготовка для того, чтобы к моменту анализа все было идеально подготовлено. Для этого очень полезно участие в процедуре подготовки анализа ПГД-консультанта. Это специалист, который ориентируется в разных вопросах, связанных с генетической диагностикой. И он работает, с одной стороны, с пациентами, проводя им разъяснение того, что это за метод применяется, а с другой стороны, с клиниками, для того, чтобы координировать между собой разные службы. Чтобы договориться с врачом, какую делают стимуляцию, чтобы договориться с эмбриологами, на какой день проводится биопсия, чтобы пообщаться с трансплантологами на тему есть совместимости. Вот такой человек в организации кейса принимает участие. Примерно так схематически выглядит его работа. Очень много существует видов проведения преимпланционной генетической диагностики. На самом деле, это огромный мир, в котором существует множество современных и уже даже отчасти устаревших, несмотря на то, что это вроде бы такой новый подход технологий. И я хочу поговорить поподробнее про методы на ПГД на моногенные заболевания. Это в основном мультилокусная ПЦР используется, которая позволяет видеть мутации после того, как материал был предварительно амплифицирован полимеразной цепной реакцией. И эта диагностика всегда требует предварительной разработки индивидуального диагностического набора. Индивидуальный диагностический набор состоит из двух частей. С одной стороны, это прямая диагностика мутации, с другой стороны, косвенная. Прямая – это когда мы анализируем саму ту точку, в которой находится мутация. Но если эта точка в результате какого-то воздействия у эмбриона пострадала, ведь у нас же всего одна клетка, всего одна копия ДНК, и если какое-то нарушение структуры случится именно в том месте, где находится мутация, то можно получить ложный диагноз. Поэтому для того, чтобы увеличить надежность диагностики, прямую диагностику сочетают с косвенной. И для косвенной используют сцепленные маркеры. Сцепленные маркеры – это такой, можно сказать, фингерпринт отпечаток хромосомы, который позволяет определить, какая хромосома унаследована эмбрионам. Не только саму мутацию, но и хромосому, которая окружает мутацию. Есть также метод кариумейппинг, но он сейчас применяется достаточно ограниченно, он чрезвычайно дорог, его плюсом является то, что он гораздо быстрее позволяет сделать разработку диагностики. Наверное, не буду сейчас на нем останавливаться, просто приведу пример того, что огромное количество заболеваний уже этим методом было диагностировано. Вообще вопрос очень важный – это на какие заболевания мы можем делать анализ. На него довольно сложно ответить. Дело в том, что принципиально можно делать ПГД практически на любое моногенное заболевание, если установлена причина мутации. Если известен ген и мутация, то почему бы не сделать диагностику? Вот здесь приведен российский перечень редких заболеваний, расширенный перечень, и синим выделены те заболевания, для которых возможно проведение ПГД. Как видите, список почти весь синий. На самом деле, действительно, ПГД можно делать для огромного количества заболеваний. Тем интереснее остановиться на вопросе, когда это делать нельзя. Но перед этим еще вот хотел упомянуть про диагностику, совмещенную с определением тканей совместимости. Там условий два. Это должно быть моногенное заболевание, оно должно лечиться трансплантацией костного мозга. Если условия выполняются, значит, имеет смысл одновременно определять мутацию и тканей совместимости. А когда делать преимпланционную генетическую диагностику не стоит? Значит, во-первых, это, конечно, многофакторные заболевания. Например, диабет. Очень частая, на самом деле, причина обращения, когда семья знает, что у них есть болезнь, знает, что у нее есть наследственный компонент, спрашивает, нельзя ли избавить детей от этого заболевания. Если заболевание многофакторное, то, к сожалению, нельзя. Также не стоит делать ПГД, когда запросом является выбор пола по социальным показаниям и выбор эмбриона по критериям немедицинского характера. Вот это вот ситуация, которая довольно сильно испортила репутацию метода, потому что про нее, на самом деле, очень много говорили, ее очень сильно боялись, хотя, на самом деле, нигде этого не происходило. Вот эти вот дизайнер-бэбис, когда существует некое опасение, что детей будут отбирать по цвету глаз волос. На самом деле, этого в мире нигде не происходит, и это, по сути дела, проблема достаточно надуманная. Также ситуация, когда делать ПГД не стоит, это желание родителей родить такого ребенка, который унаследует имеющееся уже в семье заболевание. Как ни странно, такие семьи есть. Бывали случаи обращения по поводу синдрома Дауна, когда в семье есть уже один ребенок с синдромом Дауна, семья хочет второго. Тугоухость у родителей присутствует, они хотят у ребенка то же самое. И карликовость – это ситуации на практике, встречавшиеся в ПГД сообществе. Разумеется, вот в этих случаях ПГД делать нельзя. И все это, в общем, хорошо понимают. Есть более сложные ситуации, когда вопрос о том, делать или не делать, он требует очень взвешенного рассмотрения. Поскольку такого вот однозначного ответа, да или нет, ну вот сразу даже и сложно его дать. Значит, это заболевание с поздним началом. Тут понятно, в чем сложность. Заболевание, для которых есть лечение. Вот пример, например, фенилкетонурия. С одной стороны, заболевание, от которого лечение есть, поэтому в западных странах не рекомендуют проводить преимполационную генетическую диагностику для исключения рождения такого ребенка. С другой стороны, есть заболевания, для которых лечение хоть и существует, но не очень эффективное. Поэтому родители все равно могут предпочесть родить ребенка без этого заболевания, даже зная о том, что лечение существует. Онкомутации со слабым риском. У всех на слуху сейчас генетическое тестирование на предрасположенность к раку груди. Так вот, там есть очень сильные мутации, когда однозначно имеет смысл сделать диагностику, чтобы избежать повторения случаев рака в семье. А есть слабые мутации, когда вот это решение его принять сложно, потому что не очень понятно, насколько эта мутация проявится. Это типирование эмбрионов, подбор гистосовместимого эмбриона в тех ситуациях, когда не найдена молекулярная причина заболевания. Такие запросы тоже существуют. Иногда родители хотят ребенка-донора, при том, что у старшего нет точно установленной причины заболевания. Вот этот случай достаточно сомнительный и требует тоже индивидуального рассмотрения. И ИЧЛ-эй типирование эмбрионов, когда мы при помощи анализа гистосовместимости хотим оценить вероятность возникновения болезней, про которую известно сцепление с определенными аллелями ИЧЛ-эй. Также диагностика мутаций, которые могут присутствовать и у больных, и у здоровых членов семьи. Вот так тоже бывает на этапе, когда мы делаем диагностический набор, мы видим, что одна и та же мутация есть в этой семье и у здорового члена семьи, и у больного. Сразу же встает вопрос, имеет ли смысл такой семье делать ПГД. Таким образом, подход должен быть действительно очень взвешенным. В каждой ситуации нужно принимать решение. Кто это решение принимает? Значит, ну, на практике чаще всего это ПГД-консультант. Хотя в идеале, конечно, это должен быть какой-то этический комитет. То есть желательно в сложных случаях, чтобы в решении вопроса показано ПГД или не показано, принимало участие несколько специалистов для выработки правильного решения. Желательно, чтобы участвовали независимые представители других лабораторий или других медицинских центров и специалисты по конкретному заболеванию. Спасибо.